Испания принимала Гран-при в 51-й раз, но впервые в августе. Воздух прогревался до 30 градусов по Цельсию, а асфальт на трассе до 48. Льюис Хэмилтон в пятницу назвал такую погоду убийцей для машин и резины. Однако, несмотря на мрачные прогнозы, гонка прошла без серьезных эксцессов и массовых сходов. Единственным, кто не увидел финишных флагов, был Шарль Леклер, у которого на 38-м круге отключилась силовая установка. Он поспешил отстегнуть ремни, однако мотор запустился вновь. Леклер медленно доковылял до боксов, чтобы его опять пристегнули. Но боссы команды решили снять машину, предвидя новые проблемы с электрикой. В остальном, тишь да гладь. Выиграл Гран-при Испании Льюис Хэмилтон, одержав четвертую победу в сезоне. Макс Ферстаппен финишировал вторым. Валтери Боттас поднялся на третью ступеньку подиума и оставил за собой лучший круг. Даниил Квят, 12-й, а в общем зачете чемпионата россиянин продолжает держаться на предпоследней из 17 строчек протокола. Через две недели борьба продолжится в СПА. Куда увереннее наши соотечественники чувствуют себя на второй формуле. Так Роберт Шварцман показал второй результат в квалификации, поэтому субботнюю гонку начинал с первого ряда. Из первого поворота пилот программы СМП Рейсинг вышел лидером, но после пидстопа на девятом круге россиянин вернулся в пилотон 12-м. Постепенно Шварцман отыграл несколько позиций и вышел на пятое место. Воспользовавшись появлением машины безопасности, команда Према Рейсинг провела для Роберта еще один пидстоп. После рестарта Шварцман дошел до второй позиции. В воскресной гонке по правилам реверсивной решетки Шварцман начинал заезд с седьмой позиции. В борьбе на первом круге он уступил сопернику и затем долгое время шел восьмым. Расход резины оказался очень высоким, и на девятнадцатом круге гонщику поставили уже использованный комплект мягких шин. За оставшиеся семь кругов россиянин отыграл пять позиций и финишировал в гонке на тринадцатом месте. По итогам уикенда Роберт завоевал вторую позицию в общем зачете пилотов Формулы-2. Еще один успех виртуальной российской сборной – результаты Никиты Мазепина. Он держится седьмым. Сложным получился шестой этап Формулы-3 и для Александра Смоллера. В квалификации он показал двенадцатый результат. В субботней гонке Александр смог улучшить его на одну позицию и финишировать на одиннадцатом месте. А в воскресенье даже уступил сопернику и по итогам заезда стал двенадцатым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова